МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Комиссарова. В сегодняшнем выпуске смотрите. Учебная тревога. Сотрудники МЧС проводят плановые тренировки на случай пожара в общественных местах. В Новый год с новыми дорогами. Спустя многие годы ожидания на Мервинска отремонтировали больше километра улицы. Как правильно запустить салют? Советы от пиротехников. Этого события жители Мервинской улицы ждали долгие годы. И вот зимой 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован большой участок дороги в районе. 1,2 км дороги по улице Мервинской к сегодняшнему дню преобразились. Дополнительно был заасфальтирован участок в направлении Мервинского кладбища. Этот участок отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Муниципальный контракт по этому участку стал последним завершенным в этом году. Подрядчик выполнил ремонт в соответствии с проектом в установленные сроки. Средства выделили в сентябре, ноябрь ушел на проектирование, сами работы выполнялись в течение последнего месяца. Хорошо, что нам дала это сделать погода, очередная с европейской зима, плюс совместная организация работы. Работали практически 24 на 7. То есть здесь виден общий труд как кураторов, от управления благоустройством города, дирекции благоустройства города, до подрядных организаций. То есть мои прорабы работали в тесном контакте с управлением, поэтому своевременно решались все вопросы. Представители управления благоустройства, подрядные организации, депутатского корпуса и представители местных жителей сегодня приняли участие в приемке автодороги. Общественники явно остались довольны. Я очень люблю Мервина и очень болею за проблемы жителей. Вот то, что эта дорога построена, это просто гротеск. Я считаю, особенно старшему поколению эти тротуары. Много-много лет мечтали люди об этом. Сейчас глаз радуется и спасибо и всем строителям, и благоустройству города. В рамках работ заменили дорожное полотно, уложили бордюрный камень, отремонтировали съезды, подъездные карманы к остановкам, выполнили ремонт старого и устройство нового тротуаров. Кроме того, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, пешеходные переходы, оборудованы светофорами. Установили пять новых остановочных павильонов. На участке появились две эко-парковки. Все в рамках требований нацпроекта и максимально комфортно для граждан на данном объекте у нас учтено и исполнено. То есть мы смогли обнаружить и со замечаний, то что подрядчик немножко не успел на остановочных павильонах доставить облицовку. Это будет торг-стекло золотистого цвета и будет на козырьке надпись каждой конкретной остановки, чтобы ее удобнее было опознавать. По словам подрядчиков, все замечания и предложения жителей улицы прорабатывались в процессе ремонта. В ходе приемки представители управления благоустройства попросили подрядчика оперативно завершить облицовку остановок. Работы будут завершены на этой неделе. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение северного обхода планируют построить за счет средств федерального бюджета. Во время прямого эфира в «Одноклассниках» Николай Любимов ответил на вопрос местного жителя о строительстве дублера Московского шоссе. Губернатор Рязанской области отметил, что фактическим дублером станет продолжение северного обхода Рязани. Это уже вторая и третья очередь завершения строительства. Проект есть, но пока мы только общаемся насчет него с Министерством транспорта РФ. Мы более двух лет работали с инвесторами, но пока никто не согласился. Они считают, что проходная способность по дороге дублеру не будет удовлетворительной, отметил Николай Любимов. Губернатор Рязанской области отметил, что в настоящее время ведется работа над завершением строительства за счет средств федерального бюджета. Николай Любимов затронул и возведение южного обхода. По его словам, в настоящее время уже готовы все документы. Я надеюсь, что Министерство транспорта и Росавтодор начнут реализовывать данный проект уже в следующем году, подчеркнул глава региона. Пожары в торговых центрах случаются во многих городах. В этом году и Рязань не стала исключением. Для того, чтобы в будущем обезопасить посетителей и персонал, регулярно проводятся учения спасателей. Только что сработала пожарная тревога. Объявлена всеобщая эвакуация. Множество покупателей, которые покидают здания торгового центра. В это время сотрудники Государственной противопожарной службы Рязанской области ликвидируют возгорание. Так прошли учения в одном из крупных магазинов Рязани. 14 декабря мы провели контрольные пожарно-тактические учения на здании с массовым пребыванием людей. Торговый центр «Премьер». Данные пожарно-тактические учения нужны для организации взаимодействия между пожарными подразделениями и администрацией объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций, в данном случае пожара. После окончания учений были подведены итоги. Спасатели отметили, что сотрудники торгового центра сработали слаженно и грамотно. По результатам можно сказать, что действия администрации правильно приняли меры по эвакуации посетителей и обслуживающего персонала. Все системы пожарной защиты сработали. Организовали встречу пожарных спасательных подразделений, доводили до них оперативную информацию, которая на момент прибытия складывалась. Стоит сказать, что в это же время, за период с 7 по 13 декабря, на территорию Рязанской области был ликвидирован 31 пожар. Из них 21 являлся техногенного характера. Еще 10 пожаров произошли в результате загорания мусора. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области ввели звание почетного пожарного. Такой титул есть лишь в нескольких регионах России. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующие решения чиновники приняли во вторник, 15 декабря. Для введения нового титула чиновникам пришлось внести изменения в закон Рязанской области о наградах. Кстати, понятие «почетного пожарного» предусмотрено лишь в нескольких регионах страны. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Рязанской области при содействии сотрудников регионального УФСБ и силовой поддержки СОБРа задержали так называемого «черного лесоруба». 33-летнего жителя области подозревают в организации незаконной рубки 250 сосен. Незаконную делянку обнаружили егеря комсомольского лесничества. Исследуя территорию, они выяснили – несколько участков нагло вырублены практически под ноль. При этом никаких разрешительных документов никто не видел. Выяснилось все просто. Соседний участок был закреплен за 33-летним предпринимателем. Кругляка, видимо, ему не хватило. Поэтому предприимчивый рязанец нанял бригады лесорубов и дал указание пилить деревья не только на своей законной делянке, но и на соседних. Все равно, мол, места тут глухие, вряд ли кто будет проверять. Но они попались. Точно установлено, что группы черных лесорубов незаконно заготовили более 300 кубометров сосны. Для примера, КАМАЗ берет 12 кубометров за раз, Урал – до 20, то есть это 15 машин. Разыскали злоумышленника и при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии Рязанской области задержали его. В рамках проведения оперативно-следственных действий были изъяты техническая документация и орудия незаконной заготовки древесины, тракторы и пилы. Следователям отдела МВД России по Спасскому району злоумышленнику предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб, причиненный Спасскому лесничеству, по самым скромным подсчетам, превышает 9,5 миллионов рублей. Отговорки типа «Я не заметил, как ушел вглубь леса» суд не убедили. Теперь за незаконную вырубку предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Близятся новогодние праздники, а значит спрос на петарды, фейерверки и салюты стремительно растет. Однако некачественная пиротехника может не просто испортить праздник, но и причинить серьезные увечья. С начала декабря рязанцы уже начали скупать бенгальские свечи и петарды. Однако кроме положительных эмоций, которые приносят запуск салютов, у такой забавы есть и другая сторона – опасность для здоровья людей. Поэтому об основных правилах безопасности не стоит забывать. Перед использованием пиротехники необходимо ознакомиться с инструкцией, применять пиротехнику необходимо с соблюдением определенных мер безопасности, не запускать ее с балконов жилых домов, из окон жилых домов. Также желательно не запускать ее вблизи самих жилых домов, вблизи автотранспортных средств, вблизи большого скопления граждан. На рынке пиротехнических изделий существует много подделок, поэтому покупать петарды и салюты необходимо только в специализированных отделах магазинов, где продавцы несут ответственность за качество товара. Пиротехнику необходимо приобретать у легальных продавцов, у которых имеется сертификат на данный товар. При покупке необходимо обращать на упаковку данного товара, чтобы она была без каких-либо повреждений. Перед применением нужно изучить инструкцию. Если есть большое скопление граждан, то желательно оповестить их о своих действиях, что будете применять фейерверк, чтобы они могли отойти на безопасные расстояния. И еще одно правило, когда пиротехника отсалютирует, не стоит подходить к ней сразу, так как возможно, что сработал еще не весь заряд. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Все ближе теплые семейные праздники, Новый год и Рождество. В каждой семье есть собственные традиции, как встретить, чем заняться, что приготовить. Но главной ассоциацией с рождественским столом, пожалуй, остается запеченный гусь или индейка. И здесь, помимо кулинарных секретов хозяйки, важно выбрать качественную свежую птицу. В Спасском районе Рязанской области есть целая гусиная ферма. И в этом декабре фирменный магазин с их продукцией открылся в Рязани. Изобилие продуктов на прилавках магазинов в современном мире вовсе не означает, что у людей есть выбор. Зачастую купить качественное и вкусное, экологически чистое мясо – проблема. Все больше людей стараются выбрать фермерские продукты, потому что вкусовые характеристики значительно отличаются от фабричных продуктов. Крестьянское фермерское хозяйство «Виктория» находится в Спасском районе. И здесь выработан особый подход к выращиванию птицы. Натуральная корма, отдаленность от промышленных районов – все это дает результат, лучшей оценкой которого являются отзывы покупателей. Во-первых, я уже эту птицу покупала, я знаю о ее качестве, мне птица очень понравилась. Сейчас я взяла еще до Нового года будет один праздник, мы используем этого гуси, обязательно приготовим как-нибудь по-фирменному. А на Новый год, возможно, я возьму индейку. Там же индейки еще есть. Качество продукции замечательное, я рекомендую покупать в этом магазине. Доступные цены – еще один немаловажный фактор в современном мире, когда цены на продукты растут. Достичь такой ценовой политики фермерам «Виктории» удалось благодаря целому комплексу мер. Из цепочки фермер-покупатели исключены посредники, сами фермеры непосредственно занимаются реализацией. В нашем фирменном павильоне на Первомайском проспекте вы всегда сможете купить мясо индейки и гуся. Индейки, например, у нас от 280 рублей за килограмм, гусь от 300 рублей за килограмм. Всегда качественная, добротная и свежая продукция. Приходите к нам на рынок. В преддверии Нового года и Рождества открывшийся на Первомайском рынке павильон с фирменной продукцией хозяйства «Виктория» – настоящий подарок для рязанцев. Всегда свежее мясо индейки и гуся по выгодной цене прямо к праздничному столу. Теперь можно приобрести здесь. На этом все новости среды. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин